Млекопитающие появились и даже эволюционировали благодаря ряду определенных обстоятельств, которые известны нам как корнийское плювиальное событие, что выразилось в значительном по мерке физиологии изменений морфологических признаков, отразившихся на их краниальном и посткраниальном скелетах. Но так как люди очень любят проводить различные линии, последнее время все больше красные, что вроде бы как бы облегчает понимание и отделяет котлеты от мух, правда не мешая всплывать доставшиеся от предков насекомоядности с замесом тех самых метафорических мух в такие же метафорические котлеты. Но до суть немного не в этом, и сегодня под линиями мы будем понимать лишь отделение млекопитающих от их непосредственных предков – цинодонтов. Привет, цинодонты! Это канал «Помни о предках палеонтология» и меня по-прежнему зовут Даниил, и на этот раз мы рассмотрим пример эволюции млекопитающих на одном из самых ранних представителей этой группы, находящегося буквально на рубеже с пробоиногнатами, но по ряду признаков, принадлежащего именно к мамалиям. Правда, по ряду других – к цинодонтам. В общем, ваше любимое переходное звено – бразиладон. Поехали! Итак, как и положено базальному млекопитающему, или как его чаще называют в научных работах, мамальному цинодонту, бразиладон вместе с бразилотерием, а также чуть позже мини-цинодоном, были найдены на юге Бразилии в формации Катуррита сборки Риогранде, датированные ранним норийским ярусом Триаса, с датировкой около 226-225 миллионов лет назад и описанным в 2003 году Хосе Бонапарте. Как уже много раз говорилось, в лихие времена Триасового периода, после уничтожения Териодонтовой мегафауны и с началом развала Пангеи на отдельные дружественные части суши, вследствие череды глобальных кризисных явлений, вылившихся в великое Пермтриасовое вымирание, наиболее пригодным для жизни куском суши оказалась южная часть Гондваны, на которую в нынешнем представлении приходятся южные части Африки и Южной же Америки, Антарктида и частично Индостан с Австралией. Однако большинство находок, связанных с этим временным промежутком, приходится именно на Африку и Южную Америку. Но Триас не зря по праву считается одним из самых суровых периодов Фанерозоя, ведь не успела еще нормализоваться новая архозавроцинодонтовая мегафауна, как приходит Корнийский век с вышеупомянутым плевиальным событием, 2 миллиона лет подряд то льют дожди, то происходит глобальная засуха, да так, что вымирают все крупные циногнотиды и орнитозухи, державшие в цепких лапах и зубах нишу высших консументов, а выжившие пробоиногнатные цинодонты, представленные третилодонтидами и маммалиоморфами, выглянув из-под куста, где они прятались все это время, осознают, что мир уже не торт и принадлежит каким-то двуногим. Естественно, это были первые динозавры, а не как некоторые подумали, эволюционировавшие во всей этой неразберихе вместе с нашим героем. Кстати о нем. Все находки обладают достаточно хорошей сохранностью краниального скелета, а вот посткран фрагментарен, что не помешало исследователям за 20 лет сделать массу важных выводов, переквалифицировав изначального проза стеродонтида в одной из самых базальных млекопитающих. Не без косяков, конечно, с включением в бразилодонтии и кого только не попадя, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. В ходе исследований было предложено наименование всех валидных бразилодонтий просто бразилодонами, а таксоны бразилотерий имени цинодон, считавшиеся ранее пусть и близкородственными, но разными видами, отныне считать младшими синонимами бразилодона, ввиду внутривидовых возрастных вариаций, где основные отличия заключались лишь в размерах и иных пропорциях черепа, с наиболее крупной находкой и с заросшей крышкой черепа у бразилодона, а также наличием четвертого бугорка и второго ряда зубов у бразилотерия имени цинодона, соответственно. Таким образом, наблюдаются именно разновозрастные находки одного вида, где возраст мини цинодона приходится на смену молочных зубов, что будет одним из признаков, позволяющих отнести бразилодона к млекопитающим. Ведь как раз отсутствие четвертого бугорка у бразилодона на все еще цинодонтовых триконодонтных зубах говорит об их изначальном износе, следовательно, зубы сменялись всего раз за жизнь, с молочных на постоянные. Ну и раз мы заговорили о зубах, чего тему-то менять? Челюстной аппарат обладал мезиальным прикусом, то есть с выпирающими вперед зубами нижней челюсти. Резцов по три пары на верхней, четыре на нижней челюстях. Первая пара снизу удлинена и выпирает кпереди. Клыки некрупные, сжатые с краев, не имеют зазубрин, с возрастом относительно уменьшаются. Отделены от резцов и коренных значительными диастемами. Заклыковых девять пар у ювенильных особей и восемь у взрослых, где первая пара редуцировалась, расширяя диастему. По стклыковые верхние челюсти более мелкие и имеют более значительный износ. Разделение на премоляры и маляры сложно определимо, хотя некоторые поползновения в этом направлении наблюдаются. В общем, зубы обычного насекомоядного цинодонта с невыраженной внутривидовой агрессией и вполне мамальной дифеодонтией. Череп не сильно отличим от других прайбоиногнатных цинодонтов, всего лишь на уровне видового разнообразия этой группы, поэтому описывать его полностью я смысла не вижу, это уже не раз делалось, а вот указать на черты, в том числе присущие млекопитающим, будет не лишним. Вторичное небо хорошо развито в передней части, при этом присутствуют межкрыловидные впадины, свойственные для базальных цинодонтов, но не для прайбоиногнат. Дыхательные отверстия собраны из примаксилы, септомаксилы и назальной кости, однако межчелюстная кость располагается в переходном виде между цинодонтами и млекопитающими. Нижняя челюсть все еще образована тремя костями и микелевым хрящом, но ангулярные и артикулярные кости сильно редуцированы и смещены кзади. Присутствует свободная квадратная кость, еще не сформировавшаяся в наковальню. Челюстного мышчалка млекопитающих еще не наблюдается, на его месте имеются шероховатости, что говорит о креплении челюстного сустава по мамальному типу, но с меньшей возможностью нагрузки на сустав. Симфис нижней челюсти не сросшийся, как у мультитуберкулят. Затылочный мышчалок парный, хотя бугорки еще не в значительной мере удалены друг от друга. Заглазничная перегородка отсутствует, глазницы направлены в стороны, зрение периферическое. Височные дуги грацильные, окна умеренного размера, мозговая полость увеличена, на теменной кости присутствует невыраженный сагитальный гребень. Компьютерная томография полости мозга показала некоторые увеличения обонятельных луковиц и общего эндокаста по сравнению с прайбоэногнатными собратьями. Оценочный коэффициент энцефализации незначительно превышает таковой у цинодонтов, варьируясь в пределах 0,15-0,22 единиц, что в целом выше, чем у большинства цинодонтов, но соответствует таковому у Диадемодона и Массетогната, но меньше, чем у Морганукадона с его 0,32 единицами. Сам мозг разделен на полушарие, эпифис опущен, а обонятельные доли повеличены. Как видно, эволюция не бывает прямой, ее путь извилист и колючий, где иногда выскакивают уж совсем архаичные признаки, как межкрыловидные впадины, при других развитых, как сочинение челюсти и затылка, а также увеличивающиеся в размерах и усложняющийся мозг. Ну а теперь посмотрим на то, что нам досталось от посткраниального скелета, ведь несмотря на фрагментарность, большинство костей сохранилось неплохо. Позвонки, можно сказать, что и не сохранились, так что атлант и эпистрофей разглядывать будем не в этот раз, хотя те, что остались, имеют платицилозное строение, то есть плоские спереди и вогнутые сзади, что свойственно для базальных млекопитающих и третилодонтит. Ребра уплощены в краниально-каудальной плоскости и не имеют реберных пластин, как большинство цинодонтов. Лопатка тонкая, со строением типичным для развитых цинодонтов, однако глинуид направлен книзу вогнут и имеет овальную форму, что говорит о максимально возможном для синапсид парасагитальном положении передних конечностей. Тазовый пояс сросшийся, то есть не имеет различимых швов между подвздошной, седалищной и лобковой костями, но прямо как у нас с вами. Вертлужная впадина направлена в стороны и кверху, таз в общем напоминает строением гораздо более развитых млекопитающих. Плечевая кость несколько искривлена и закручена, что свойственно больше для цинодонтов, однако головка плеча имеет полусферическую форму, свойственную для млекопитающих, хотя и обращена кзади и в сторону. Бугарки плечевой кости присутствуют на развитые еще слабо. Лучевая и локтевая кости значительно развиты, локтевая уплощена и имеет S-образное строение. Присутствует выразительный окостеневший локтевой отросток, что лишь изредка наблюдается у цинодонтов. Бедренная кость относительно прямая с выраженной головкой и шейкой, что также отсутствует у большинства цинодонтов, ну а положение головки также подтверждает парасагитальное положение конечностей. Имеется два вертела и межвертельный гребень, что свойственно уже для млекопитающих. Единственная сохранившаяся большеберцовая кость весьма агроцильной формы и практически прямая. Пяточная кость имеет выступ, несвойственный для цинодонтов, в остальном кости кисти и стопы фрагментарны. Выраженные бугорки на плечевой кости могут говорить о рующем образе жизни бразилотерия, о полусферические головки бедра и плеча, о широкой амплитуде движения конечностями, свойственной для лазающих животных. В итоге мы имеем этакого универсала, умеющего практически все по меркам триаса, разве что только не летать. Малоагрессивного к родственникам, с кучей продвинутых мамальных особенностей, ну и с небольшой цинодонтной тележкой, в целом, видимо, не мешающей бразилодону. Да, совсем забыл сказать, размер у нас, богатырь, был дюживо аж целых 12 сантиметров, что, в общем-то, и так понятно. Ну а на этом на сегодня и закончим. Подписывайтесь на канал, в том числе и в Телеграме, ставьте лайки, пишите комментарии, не проводите лишних линий, их и так слишком много в нашей жизни, и, конечно же, помните о предках.